Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим о таком очень часто встречающемся вопросе от вас, ну или от моих подписчиков, либо от зрителей. Нужен ли английский язык андроид разработчику в 2022 году? You speak English? Говорите по-английски. А, не, не понимаю я. Видео будет коротким, тут просто несколько аспектов, которые нужно осветить. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид разработчик» за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, нужен ли английский язык андроид разработчику в 2022 году? Тут такой ответ. И да, и нет. Скажите, а как это вообще можно понять? Что значит и да, и нет? Все дело в том, что английский язык даст вам ряд преимуществ, но он не является обязательной ступенью перед тем, как изучать саму андроид разработку. Я очень часто вижу, скажем так, некоторые блогеры говорят, не важно какой язык вы будете изучать, в первую очередь изучите английский язык. Это заблуждение. Это не так. Это неправильно. Потому что вы же не хотите быть репетитором по английскому языку. Вы хотите стать разработчиком. В данном случае, раз вы здесь находитесь, значит вы хотите стать андроид разработчиком. И английский язык вам будет нужен по факту для одного. Это для общения. То есть, если вы захотите работать на весь мир, допустим, при выходе на фриланс, как минимум, как минимум вам нужно, потому что вы должны понимать, что иностранные заказчики, они, иностранный весь бизнес, он подавляющую часть своих проблем обсуждает в e-mail переписке. Ну или просто переписки. То есть, по факту, вам нужен будет на базовом уровне письменный английский. И тут уже все намного проще. Где-то можно перевести что-то через онлайн-переводчики, где-то можно потянуть. То есть, это проще, чем просто вживую разговаривать. То есть, вам нужно именно на таком этапе. То есть, если вы идете на фриланс, иностранный, вам хотя бы нужен письменный английский. Но я советую ускоренно изучать иностранный, разговорный, иностранный, разговорный английский. Если вы уже хотите работать напрямую с заказчиками, организовать свою международную компанию, то тут, конечно, вам нужен будет разговорный английский. Это вообще без обсуждения. Либо, если вы хотите трудоустроиться в иностранную компанию, вам также нужен будет разговорный английский. Но все это сводится к тому, что по факту английский вам, в первую очередь, будет нужен для общения. И как вы понимаете, это не является препятствием для того, чтобы начать изучать андроид разработку Так как сама работа, общение с заказчиками начнется у вас только после того, как вы станете андроид разработчиком И поэтому на старте вам английский не нужен А как же, вы скажете, изучать новые технологии, что на английском языке написано? Да, я всегда говорю всем своим ученикам Это отдельная тема для видео, где брать информацию Мне очень часто пишут, какую книгу читать Я всегда говорю, что книги не подходят В андроид разработке стремительно все меняется Например, видео уроки по базам данных Как и по серверу, так и по локальной базе данных SQLite И работаю с ней через библиотеку Room И в целом построение архитектуры VVM То есть такие вот глобальные вещи, которые должен знать каждый андроид разработчик И вокруг которых строится вся разработка Вот видео на эти темы и на своем курсе Я перезаписываю раз в полгода Потому что все меняется А вообще очень многое меняется и появляется новое раз в три месяца И, естественно, книги не нужно читать Они слишком быстро устаревают И поэтому я всегда говорю Для поиска информации используйте англоязычный Google То есть ищем информацию на английском языке С сроком давности не больше года полтора Если мы ищем какие-то базовые вещи Там как работает с изображениями или что-то такое То можно, в принципе, посмотреть и более старую информацию Я всегда говорю Ищ, искать нужно на англоязычном Google Англоязычном пространстве Google Информация с сроком давности не больше года или полтора И вы скажете Ну хорошо, англоязычная Вот я открыл Как мне понять, что там написано Когда у вас будет опыт Вы будете так Текст, 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 код И вы, глядя на код Можете понять, о чем хотел сказать автор И какой подход он использует То есть по факту Вы будете просто брать и переиспользовать код И вам даже не обязательно читать, что там написано Вам будет и так все понятно Но вы можете сделать очень классную вещь Вы можете использовать браузер Google Chrome И установить специальный плагин расширения С помощью которого вы сможете любой сайт, любую страничку За одну секунду переводить с любого языка на русский Как тебя зовут, паренек? То есть заходите на конкретный сайт Там у вас решение проблемы Написано на английском языке Допустим, английский язык не знаете Берете, нажимаете кнопку перевести на русский И он во всем автоматически вам все переводит Да, там есть, короче, нюансы Что и код будет переведен на русский язык В этом проблема Нужно там есть кнопка откатить на исходный язык Нужно вот между этими позициями маневрировать Но факт в том, что для поиска информации Для чтения, для понимания Вам тоже не нужен английский язык И вот недавно вот такой я встретился Ну, как мне ученик написал О том, что Android Studio на английском языке Смогу, нужен ли английский Ну, там все интуитивно, понятно Там все слова, большинство, которые встречаются Либо вы их уже знаете Либо вы их очень быстро изучите Но опять же, то, кто приходит ко мне на курс Я показываю, как, что и делается в Android Studio Поэтому запоминать англоязычное название Тех или иных команд не требуется Вы потренируетесь, поработаете в Android Studio полгода И вам с этой вообще не будет никакой проблемы То есть и здесь не нужен английский язык Есть такое мнение Ну, что как же вы будете писать Не знаю английский язык Будете программировать Потому что название переменных Название объектов Название функций Это все используются слова на английском языке И как бы не знал английский язык И будете писать Нет, 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 нет Вы рехнулись Это тоже ерунда Это ваш трамплин будет к изучению английского языка Потому что вы, допустим, хотите создать объект город Идете в словарь и видите И смотрите, как называется английский город Вот вы уже запомнили слово Используйте Допустим Или вы используете такую функцию Допустим Подсчета зарплаты какой-то Ну, что-то такое А функции называются всегда глаголами То есть объекты переменные существительными А функции и методы глаголами Ну и вот вы ищите Как то длинное действие называется На английском языке То есть опять же Работаем через онлайн переводчик Если вы не знаете английский язык Но все равно это не является препятствием Никаким Наоборот Это ваша дополнительная мотивация Изучить английский язык Да, английский язык нужен Его обязательно нужно изучать Но не сделать это приоритетом А изучать дополнительно Поэтому это очень важно Просто если вы сделаете это приоритетом Вы пока выучите английский язык Пройдет пару лет Вас вообще Вы даже не вспомните Что хотели стать андроид разработчиком Нет Не нужно в первую очередь Изучать английский язык В первую очередь Изучаем ту область Куда вы приходите В данном случае Изучайте андроид разработку А параллельно можете изучать английский язык Английский язык вам нужен лишь для общения и переписки В целом он не нужен для чтения документации, для чтения каких-то статей и для понимания кода, который вы пишете Нет, английский язык нужен именно для общения Конечно, если вы знаете его, то возможно вы будете читать гораздо быстрее проделенные статьи Плюс вам английский язык еще понадобится, если вы какие-то околоразработческие статьи будете читать Которые рассказывают о развитии каких-то технологий в сфере андроид-разработки Или вы хотите смотреть какие-то иностранные видео Хотя, хотя, сейчас там на ютуб заходите, включаете play, включаете субтитры Потом идете на шестеренку, нажимаете и дальше вы выбираете вариант перевода Выбираете переводчик и выбираете язык субтитров, и выбираете русский И вы даже англоязычные ютуб видео на ютубе можете смотреть с российскими субтитрами и все понимать Сейчас все в целом движется к тому, что в целом иностранные языки нужны были и будут только для общения Больше не для чего, существует, разрабатывается много софта, которые нам помогают оптимизировать все это дело Вот мне нравилось еще на Udemy, там это сервис по онлайн курсам И там я проходил курс по архитектуре И там такой вариант, есть видео, у видео нет, да, субтитров Но можно включить, перейти в меню, расшифровка видео урока То есть там все, что говорит автор текстом И просто перевести этот текст И понимать можно, в чем там говорит автор Даже если вы не понимаете, не знаете английский Вообще с любого языка можно так сделать Опять же на YouTube, говорю, можно субтитры переводить автоматически Ну а в интернете, на браузере и Google Chrome Можно просто установить плагин, который вам будет автоматически все переводить То есть сейчас все идет к тому, что иностранный язык вам нужен был только для общения И это я считаю правильным, так и нужно А так в целом, если кратко отвечаю на вопрос Английский язык нужен только для общения В других случаях вы можете обойтись без знания иностранного языка Я думаю, вам это стало все намного понятней А нам сегодня у меня все С вами был проект Mabu До встречи на следующих эфирах Всем пока